Когда лед крепкий будет, тогда, конечно, хотите рыбачить, но сейчас все опасно. Видите, погода еще теплая будет. Попробовал первый раз, теперь после нового года. Чего толку? Ни одной покрылки. В районе старой нефтебазы Иртыш еще не встал. А на забереги поудить с риском для жизни уже потянулись рыбаки. Профилактические рейды как раз и проходят в таких опасных местах. Мне 65 лет, я хочу жить. Понятно. Ну это хорошо, что вы знаете. Я здесь не первый год. Успеете еще, то свое шубхоби вас не погубило. Нет, нет. Я купаться не хочу. Запретить выходить на лед никто не может. Но предупредить об опасности инспекторы должны. Также они напоминают родителям быть бдительными и следить за своими детьми. Особенно тем, кто проживает рядом с водоемом. В реке еще, как мы видим, еще недостаточно лед крепкий, не замерзло во многих местах. И поэтому есть еще опасность, что можно провалиться. Температура неустойчивая, переменная. Да, они сидят на заберегах, хотя они нам рассказывают, что там толщина льда выдерживает человеческий вес 10-15 сантиметров. Но рядом открытая вода, и в любой момент человек может провалиться под лед. Как правило, у рыбаков со стажем есть свои места. Они хорошо ориентируются и знают все подводные камни. Там, где стоячий водоем, лед прочнее. А где бьют ключи и течения, он непредсказуем. Не знаешь, в бруду не лезь в воду. Вот это народная техника. Ну, может, с собой что-то брать, вот тоже, когда идешь. Ну, конечно, с собой. Ну, так вот. Ну, сейчас вот уже толстый лед, так уже так вот ходишь, а до этого ты идешь, и какие-нибудь палки с собой идти дальше, или еще что-нибудь. Ну, по тонкой на льду не ходим. Сейчас на Иртыше идет ледостав. Ориентировочно паромная переправа завершит свою работу в воскресенье. Как только паром уйдет на зимовку, на ледовой переправе сразу будет организован безопасный проход через Иртыш для пешеходов. Специалисты уже начали намывать лед, чтобы он стал однородным и прочным. Также сделаны разметки для автомобильных полос. Их традиционно будет три. Как только лед будет нужной прочности, проезд для автотранспорта будет открыт. Елена Макова, Рустам Рузеев, Тобольское время.